День трансфузиолога относительно молодой праздник. Его начали отмечать в 2003 году, когда была создана общероссийская общественная организация Российская ассоциация трансфузиологов. Это достаточно узкая специальность, которая находится на стыке нескольких дисциплин. Специалисты по переливанию крови работают в тесном сотрудничестве с врачами клинических отделений, анестезиологами-реаниматологами, гематологами, лабораторной службой, что позволяет индивидуально подобрать компоненты крови для каждого пациента и получить максимальный эффект от лечения. У каждого врача своя история. Татьяна Орлова работает трансфузиологом уже 20 лет. Я пришла в профессию, конечно, не случайно. Я была долгое время донором, начинала свое донорство где-то с 1995 года. Наблюдала за работой врачей, ездила в Московскую областную станцию переливания крови, беседовала с врачами. Мне, конечно, очень понравилась эта работа, ответственная, как они выполняли свою функцию. Мне понравилась эта специальность. И когда в 2004 году меня пригласили на станцию переливания крови, Щелковскую, тогда еще так называлось это подразделение, учреждение, я дала согласие. В обязанности Татьяны входит получение цельной крови, разделение ее на компоненты и, главное, обеспечение безопасности компонентов донорской крови, которые передают в лечебные учреждения. В зоне ответственности врача два человека. Это донор и реципиент. И обязанность врача-трансфузиолога сохранить здоровье донора и спасти жизнь реципиента, то есть больного. Для этого существует много способов. Безопасность донорской крови обеспечивается, что называется, с порога. В регистратуре проверяем документы, проводим идентификацию личности донора. Он заполняет анкету, после чего направляется в лабораторию на первичное лабораторное исследование крови. С данными анализов, с анкетой он приходит в этот кабинет к врачу-трансфузиологу. Здесь проводим опрос, собираем анамнез, проводим тщательное обследование этого донора. И интерпретацию всех вот этих данных мы уже думаем, допустить донора или нет, годен он к донорству или нет. Если нет противопоказаний, донор отправляется в операционную, где еще раз проверяют его данные. И если все в порядке, он идет в зал, в котором осуществляют забор цельной крови и разделяют ее на компоненты. Каждая доза крови обследуется в скрининговой лаборатории на предмет заболеваний, таких как ВИЧ, гепатит В, С и сифилис. Все эти меры безопасности позволяют избежать передачи медучреждения некачественной крови. На вопрос, что самое важное в работе, Татьяна отвечает. Кровь – это жизнь, это равно жизни. И вот каждый мешочек крови, когда мы держим в руках, вот идет понимание того, что это чья-то спасенная жизнь. И это очень важно в нашей работе. Вот именно это понимание. И это большая ответственность. Мы работаем в команде, поэтому у нас люди все ответственные и к работе к своей относятся. Ну, безупречно, можно сказать, выполняют свою работу. Надежда Лукьяненко трудится в центре крови уже 30 лет. В 1994 году я окончила Фрязинское медицинское училище и сразу после окончания пришла работать. Тогда еще была Щелковская станция переливания крови. Надежда выполняет следующее. Процедура забора крови у доноров, процедура проведения аппаратного плазмофореза, донорского плазмофореза, тромбоцитофореза. Также у нас фракционирование крови, выдача крови на участок экспедиции готовой продукции годной. Надежда также производит разделение крови на компоненты. Говорит, сложности не возникает. Если приходят новые вводные или оборудование, всему обучают в самом центре. Также важна работа с донорами. Какой раз вы сегодня сдаете кровь? В 34-й. В 34-й? Вы хотите стать почетным донором? Да. Почему сдаете кровь? Что у вас вообще движет? Первый раз у меня был, я сдавал кровь в армии, человеку нужна была помощь. И как бы решил уже потом на постоянке сдавать. Помогать людям, но и для здоровья тоже. Как чувствуется после донора? Хорошо. Не было ни разу, что какие-нибудь осложнения, скажем так. В преддверии профессионального праздника слова поздравления в адрес коллег. Я хочу поздравить всех врачей-трансфузиологов, да и всех врачей, которые принимают участие. Это и анестезиологи, и хирурги в переливании крови. Всех поздравить с наступающим праздником. И еще хочу пожелать молодому поколению трансфузиологов, которые приходят на эту работу, не боятся этой работы, любить ее. Потому что я, например, свою работу очень люблю. Столько лет поработала. Потому что делаем мы такое нужное дело. Помогаем людям. Анна Наприенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.